Приветствую. Сегодня речь пойдет о полностью бумажном проекте, каких-либо практических наработок за исключением предварительных расчетов сделано не было. Перед вами фотография Германа Юлиуса Оберта, немецкого ученого и инженера в области космонавтики и ракетостроения. Кстати, прожил он 95 лет. Летом она 1929 года, выходит его книга «Пути к звездоплаванию» или «Путь к космическим полетам». К сожалению, по-немецки я прочитать название книги не смогу. В данной работе Герман Оберт описал возможность создания обитаемой космической станции. Предполагалось, что она будет иметь дисковидную форму. Собрать такую орбитальную станцию необходимо было с помощью готовых модулей, которые доставлялись бы на орбиту с помощью ракет. Стоит упомянуть, что в наши дни в основу устройства Международной космической станции заложен модульный принцип. Сборка происходит путем последовательного добавления к комплексу очередного модуля или блока, который соединяется с уже доставленными на орбиту. Для создания искусственной гравитации предполагалось вращение станции, а для облегчения работы в невесомости космонавты должны были использовать обувь с магнитными подушками. Поддержание жизнедеятельности планировалось путем создания ферм. В частности, предполагалось использование большого количества тыкв. Считалось, что тыквенные плантации будут поглощать углекислый газ и производить кислород, необходимый для дыхания. Так ли это со стороны биологии? Не затрудняюсь ответить. Доставка грузов и смена экипажа предполагалась с помощью ракет-носителей. Как такового стыковочного модуля не предусматривалось. Вместо этого ракета, приближаясь к станции, должна была замедляться и состыковываться со станцией путем входа в некие отверстия по краям диска, выполняющие роль атмосферного шлюза. Выработка электроэнергии внутри станции предполагалась с использованием парогенераторов. Помимо бытовых и служебных целей, одним из главных направлений использования электричества было освещение специальными лампами плантации растений, так как не было атмосферы, способной фильтровать солнечные лучи и позволявшей разместить растения, скажем, под стеклом. Для корректировки орбиты и разворота предполагалось использование маленьких реактивных двигателей, установленных в различных местах станции. Сама станция предназначалась для астрономической обсерватории, выполнения роли радиоретранслятора, наблюдения за Землей. Но самым необычным было размещение вогнутого зеркала 100 метров в диаметре, которое смогло бы отражать и собирать солнечное излучение в точку на поверхности Земли. Так, надеялся ученые, люди смогут изменить климат Земли, растопить вечные льды, управлять погодой, нагревать воду для вращения турбин электростанции и освещать темные участки. Таким образом, станция выполняла бы четыре функции – разведную, геофизическую, ретрансляционную и навигационную. Оружия в проекте не было. Понятно, что и всех возможностей станции нацистское правительство заинтересовалось только созданием чудо-оружия на его основе – зонат ГВР. Их целью стала постройка орбитальной пушки – оружие, недосягаемое для союзников и способное нанести удар в любую точку планеты, используя энергию отраженных солнечных лучей. В конце войны, когда вера в чудо-оружие, создаваемое имперским министерством просвещения и пропагандой, достигла своего апогея, в местечке Хиллер-Слебен – это важнейший полигон, где разрабатывалось новейшие перспективные вооружения, приступили к первоначальной разработке, основываясь на выводах Германа Оберта. Были произведены необходимые расчеты, показавшие, что для создания солнечной пушки понадобится параболическое зеркало диаметром по меньшей мере 3 квадратных километра, расположенное на высоте более 8000 километров над землей. Для вывода на орбиту модулей предполагалось использовать разрабатываемую модификацию ракеты ПАУ-2А-11. Рассмотрев целый ряд отражающих материалов, был сделан вывод о том, что оптимальным будет металлический натрий. Это крайне щелочной элемент, в чистом виде моментально реагирующий со влагой и окисляющийся, однако сочли, что в разреженных слоях экзосферы это не имеет значения. В том же 1945 году все работы к проекту были свернуты. Существует скептическое мнение, причем довольно обоснованное, что данная разработка была неосуществима, что одно единственное зеркало не смогло бы создать достаточно сфокусированного луча, что затраты были бы неподъемными и так далее. Да, я с этим совсем согласен. Но никто не говорит о том, что в фашистской Германии удалось бы построить данную станцию. Весь проект находился на стадии подготовки начальных расчетов. Возможно, у кого-то на клочке бумаги был нарисован схематический чертеж, но не более того. Скептически относится к самой идее зеркала в космосе и его возможности хоть что-то расплавить. На это можно возразить, ответив, что в наши дни студенты собирают самодельные солнечные пушки. Роликов на ютубе полно. Существует огромная солнечная печь на юге Франции, создающая температуру до 3800 градусов по Цельсию. Кстати, металл-титан плавится при температуре 1600 градусов. Другой вопрос – это расстояние от зеркала до предмета плавки. На одном из допросов, проводимых американцами, некий немецкий инженер, участвующий в разработке, признался, что на постройку хоть какого-то подобия станции вывода туда экспериментального зеркала ушло бы минимум лет 50. Но он оказался почти прав, на это ушло 48. Миссионная контроля, прямо вверх Москва. Владимир Сиромятников описывает сегодняшний эксперимент. Это показывает, как светлое Земля будет происходить. Продолжение следует... Только что мы посмотрели репортаж о российской программе космических экспериментов «Знамя». Это серия экспериментов по работе с космическими зеркалами, то есть специальными отражателями, которые отражают солнечный свет и освещают земную поверхность. Всего было два эксперимента «Успешный знамя-2», «Неуспешный знамя-2.5» и «Планируемый знамя-3». Почему не было проекта просто «Знамя-1» я не знаю. «Знамя-2» – отражатель 20-метровой ширины. Был запущен на борту «Прогресса-М-15» с космодрома Байконур 27 октября 1992 года. При посещении станции «Мир» ее экипаж «ЭО-12» установил на борту «Прогресса» агрегат развертывания отражателей. После отстыковки и маневров корабль «Прогресс» успешно развернул отражатель 4 февраля 1993 года рядом со станцией «Мир». Отражатель создал яркое пятно 5 км в ширину, которое прошло Европу из Южной Франции и Западную Россию со скоростью 8 км в секунду. Пятно света имело светимость примерно к валенту полной Луне. Проект «Знамя-3» был прекращен «Роскосмосом» после неудачи «Знамя-2.5» и при недостатке финансирования. Так что неизвестно, что бы сейчас летало на орбите, если бы мы продолжили.